Проповедь 146 От конца земли взываю к тебе в уныние сердца моего. Псалом 60, 3 стих. Молитва Давида мудрая и уместная. Он находится в очень тяжелом положении и поэтому просит, чтобы Бог возвысил его над обстоятельствами. Мужи, призванные Богом заботиться о его пастве, чувствуют себя подавленными при виде темных, угрожающих знамений времени. И как Моисей нес на своих плечах в пустыне весь народ израильский, так и каждый истинный служитель несет на себе Церковь Божию и чувствует себя часто обремененным. Поэтому мне очень больно видеть, как Церковь все больше уподобляется миру. Многие исповедующие христиане дают нам повод к серьезным опасениям. Мы видим, как они позволяют себе и терпят такие вещи, каких никогда не позволили бы себе их отцы. В наших общинах есть семьи, в которых никогда не проводятся домашние молитвенные собрания, но где роскошная еда и питье является обычным делом. Подозреваю, что среди нас есть значительное количество людей, которые посещают театры, играют в карты, читают сомнительные книги и при этом все равно участвуют в трапезе Господней. Вокруг нас все больше растет злой сорняк современной теологии, который представляет собой ничто иное, как неверие, и который слишком труслив, чтобы называться своим собственным именем. Есть проповедники, отрицающие дословную богодухновенность Библии и отвергающие авторитет Библии, но Церковь терпит их. Я вижу, как эта закваска неверия действует во все стороны, и многие заразились ею в том или ином пункте. Она, словно рак, разъедает души наших общин. Да, освободит нас Бог от этого. В такие моменты нам хочется быть поднятым на высокую скалу, в бесконечно высокое и прекрасное окружение Божие. Там мы успокаиваемся в доверии к Богу и оставляем шторм далеко за собой.